Эфир телеканала «Россия-24» продолжает «Вести Ульяновск» в студии Мадина Исмаилова. Здравствуйте! Далее коротко о главных темах к этому часу. Престижная работа и собственное жилье. О новых перспективах сотрудников «Авиастара» расскажем в начале выпуска. Ушибы, переломы, отравления. О последствиях новогодних праздников и работе неотложной помощи. Сюжет Маргариты Матюшинской. Птицы мира от кузоватовских школьников. Отряд «Орлят России» готовит бойцам СФО на передовой особый сюрприз. Хорошая престижная работа, а еще возможность обзавестись собственным жильем. Такие перспективы своим сотрудникам дает филиал «ПАО» и «Авиастар». Благодаря этому предприятие стало весьма привлекательным и популярным. Тему продолжит Эдуард Истомин. Фанис Садыков – монтажник технологического оборудования. В филиале «ПАО» и «Авиастар» трудится 15 лет. Работа нравится, сотрудник постоянно повышает квалификацию. Сейчас у него шестой разряд. Надо, чтобы голова хорошо работала. И знать чертежи читать уметь надо. И работать с уровнями, нивелируемыми. Раньше Фанис вместе с семьей жил в общежитии в доме молодежи от работы дателя. Но хотелось иметь свою квартиру. И тут узнал о новой жилищной программе. Ее внедрили на родном предприятии. Фанис стал одним из первых участников. Подали документы. Нас вызвали. Первоначальный толчок нам. Завод «Авиастар» помог. На первоначальный взнос квартиры. Покупка квартиры. И мы приобрели трехкомнатную квартиру. Первоначальный взнос – это четверть миллиона рублей. Еще 350 тысяч предприятий дает на погашение процентов по кредиту. Воспользовавшись этим, семья Фаниса быстро обзавелась своей квартирой. К тому же супруга его – также сотрудник «Авиастара». Гельнас вместе с дочкой не нарадуется новоселью. Тепло, уют, спокойствие. Ждут дома любимые, родные люди. Что хотим – приобретаем. Что хотим, то и делаем. Своя кухня. За кредит надо расплачиваться. Но разве это проблема, когда есть любимая работа и уверенность в завтрашнем дне? Глядя на Садыковых, обзавестись семейным гнездышком решились другие сотрудники филиала. А это 150 человек. Мы за первые полгода уже фактически израсходовали весь бюджет. А бюджет программы составляет больше 30 миллионов. В связи с этим компания поддержала наши предложения. А предложение такое. В этом году денег на жилищную программу выделят в два раза больше. Условие одно. От участников программы требуется отработать на предприятии пять лет, что весьма привлекательно. Как и то, что в нее в первую очередь включает рабочий персонал, а еще конструкторов, технологов и программистов. Эдуард Истомин, Александр Рассохин. Вест-Ульяновск. Новогодние праздники прошли, последствия остались. Ушибы, переломы, другие травмы и отравления. У медиков, начиная с 31 декабря, пора жаркая. Тут главное самим врачам не выгореть. Вызовов тысячи, а бригад скорой – десятки. О работе неотложной помощи в праздники сейчас в следующем материале. Квартира 4. Первый подъезд. Этаж какой? Тысячи адресов, имен и столько же жалоб. Вместе с новогодней елкой зажглась и горячая пара медиков, работающих на скорой. В музыках диспетчерской своя, телефонная. Начиная с 31 декабря, в трубках просьбы о помощи. За праздники более 6 тысяч выездов, четверть из которых к детям. В праздники у нас повышается количество травм. Также есть увеличение криминальных травм, ДТП. Также увеличение хронических заболеваний, прочих. Потому что происходит уже срыв у людей по диетам, по принятию препаратов каких-либо. В так называемой сумочной начинается работа скорой помощи. Здесь проверяют необходимое оборудование, заряжают его, собирают сумку. В целом на сборы медикам дается 2 минуты. Тысячи выездов и 45 бригад. Одна из которых... Водитель пятой машины Хуснудинова-Мазаферова. Пятый Хуснудинова-Мазаферова. За время праздников и из-за нагрузки мы практически жили в машинах сбора помощи в наших любимых рабочих местах. 32% из всех вызовов необоснованные. Пациенты с признаками ОРВИ с незначительно повышенной температурой пьяные неадекватные люди, решившие отнять у медиков драгоценное время. Его они могли потратить на действительно необходимую скорую помощь. Это как инфаркты, пертония, травмы, ДТП. Праздники прошли в прошлом и кратная нагрузка. Открыты все медицинские центры, поликлиники и больницы. Тем не менее, врачи расслаблятся и не думают. В их руках скорое выздоровление других. Маргарита Матюшинская, Денис Миронов, Вести, Ульяновск. В областном УФСИН подвели итоги уходящего года. В ходе пресс-конференции его руководитель Сергей Балди начал сообщение о реорганизации ведомства. В частности, колония номер 8 общего режима была преобразована в колонию поселения. В то же время колонию поселения номер 5 преобразовали в исправцентр или УФИЦ. Там уже действует режим принудительных работ. Аналогичная судьба ждет еще одну колонию поселения. Особых успехов управление УФСИН добилось в производственной деятельности. Чистая прибыль составила более 100 миллионов рублей. Это позволило отремонтировать жилые и штрафные помещения для содержания заключенных. А еще провести капитальные и косметические ремонты зданий. Удалось даже храм достроить. Продолжаем развивать мебельное производство, продолжаем развивать сельское хозяйство. Занимаемся выращиванием свинопоголовья, птицы. На сегодняшний день у нас функционируют участки по изготовлению профлиста. Мы также занимаемся, как я уже сказал, производством пищевой продукции. Весь год УФСИН технически перевооружалась. Переоборудованы посты видеоконтроля. Более подробно обо всем Сергей Балдин обещал рассказать на ежегодной коллегии ведомства. Пресс-конференция завершилась торжественной церемонией. Чествовали по итогам года как сотрудников УФСИН, так и журналистов. В том числе ГТРК «Волга». Награды достались нашим коллегам. Оператору Денису Миронову и специальному корреспонденту Эдуарду Истомину. Отряд «Кузоватовский хорлят России» готовит для бойцов передовой особый сюрприз. Новогодний гуманитарный груз о средней школе номер один рабочего поселка Кузоватого будет отличаться от привычного. Какая новинка ждет наших бойцов, расскажем в следующем сюжете. Я желаю тебе, чтобы ты учился на одну пятерку. Символичный круг – традиционное начало каждого занятия «Орлят России». Добрые пожелания и дружеская плечона, которой всегда можно опереться – главные составляющие проекта, цель которого – создать все условия для воспитания патриотов своего отечества. Вот и сегодня миссия особой важности – отправить белых птиц на линию фронта, а если точнее – маленьких бумажных журавликов, на крыльях которых ребята старательно выводят пожелания для наших бойцов. Стойкости и мужество. Чтобы они сильные были и война быстрее закончилась. Техника оригами ребятам дается непросто, однако упорству юных орлят позавидует даже самый стойкий боец. Пожелания у них как бы идут от души. То есть они, так как дети начальной школы, все-таки односложные немножко. И в основном желают победы, мужества, стойкости, чтобы они пришлись живыми, чтобы вернулись домой, чтобы все это закончилось и их близкие были с ними рядом. Маленький Сережа Кондрашкин мастерит бумажные символы мира с особым энтузиазмом. Ведь прямо сейчас крестный второклассника находится на передовой и защищает рубежи страны. Я хочу, чтобы они были счастливы и здоровы. И когда закончится эта война, все были счастливы. Патриотическое воспитание детей – главная цель учреждения, признается директор Ольга Мартьянова. И орлятор России – только один из многочисленных проектов, в котором школьники принимают участие. Ребята участвуют во всех акциях, во всех интересных мероприятиях, связанных на сегодняшний день с патриотическим воспитанием. Очень много наших детей являются участниками движения «Первых». Более 200 ребят также являются членами юнармии. У нас работает волонтерский центр. Оторлят журавлики от юнармейцев Кузоватовской школы бумажные елочные игрушки, внутри которых уже более внушительные тексты. Но все с теми же самыми пожеланиями скорейшей победы. Хочется поддержать, поздравить вас, защитников нашей Родины, с праздником, с новым 2024 годом. Ждем вас с победой! Мадина Исмаилова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. В областном центре открылась новая точка концентрации талантов «Гений места». Победителем одноменного федерального проекта в этом году стала Ульяновская модельная семейная библиотека номер 18. Благодаря модернизации библиотеки, которая проводилась несколько лет назад в рамках нацпроекта «Культура», здесь есть все для воплощения даже самых сложных идей и проектов. Богатый книжный фонд, более 30 тысяч экземпляров, который регулярно пополняется новой литературой. Компьютеры, фотоаппараты и не только. Мы надеемся привлечь партнеров и творческих людей, которые имеют интересные идеи, направленные на продвижение нашей краеведческой темы, то есть на продвижение культуры нашего города, его архитектуры, знакомство с интересными людьми. И представить все это в формате новых медиа, то есть в формате видеороликов, подкастов, аудиоматериалов для социальных сетей и для веб-сайтов. Воплотить свои идеи в жизнь, например, сделать фильм о знаменитых людях Ульяновской области на базе семейной библиотеки номер 18, может каждый. Полина Золотарева уже начала изучать материал для своего творческого проекта. Мы хотим рассказать про наших известных земляков, таких как Пластов, Карамзин, Ленин, про их вклад в историю, что они сделали для Ульяновской области и для всей страны. Если у вас есть идеи, но нет площадки для ее реализации, или вы хотите найти единомышленников, наставников, партнеров и воплотить свой творческий проект в жизнь, то вам в модельную библиотеку номер 18. Принять участие в проекте может каждый, независимо от возраста и статуса. Главное – иметь желание. А сразу после информации о погоде эфир канала «Россия-24» продолжит программу «Тема дня». На вопросы Дмитрия Емельянова ответит Наталья Брюханова, министр финансов Ульяновской области, и Рената Алексеева, начальник отдела налоговой культуры и финансовой грамотности. На этом наш выпуск подошел к концу. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до новых встреч. Все о выборах в России мы расскажем вам подробно. Разобраться в них несложно, важно, честно и удобно. Как голосовать, если заболел? Бабушка с утра в заботах, в телефоне ищет что-то. Вот и номер избиркома. Я проголосую дома. Взрослым гражданам страны все возможности даны. Даже тем, кто без движения, предлагается решение. Вызвать выборы домой, ящик взяв переносной. К ним комиссия приходит, процедуру производит. Оформляют им заранее с выездом голосования. Значит, выборы равны. Граждане моей страны. Выбирать в стране свободно. Важно. Честно. И удобно. В ближайшие сутки атмосферное давление будет падать. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков. Днем снег, местами метель. Ветер ночью юго-западный умеренный. Днем южный умеренный до сильного. Температура воздуха ночью по области минус 24, минус 29. В Ульяновске минус 24, минус 26. Завтра днем по области минус 10, минус 15. В Ульяновске минус 13, минус 15. На дорогах местами гололедица. Снежные заносы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова